сварила на завтрак пускай остывают как раз остынут так все вот так положу это вся мокрая надо ее протереть и хочу еще на завтрак сделать хинкали как раз три штучки сварим сейчас уже чайник закипает хотела кашу но молоко осталось только на кофе надо сходить будет за молоком такие хинкальки это кстати мои любимые от вкус вилла с говядиной и свининой хотела снять мукбанг но мне кажется их раньше 6 было а сейчас 5 надо пересмотреть свои старые видео 6 или 5 в общем сейчас сварю три штучки хинкали уже закипели варю их после закипания 15 минут таймер прям нажимаю на маленький огонь и пускай они варятся и конечно же вкусный кофе наливаю я половинку кружки примерно делаю чуть меньше и доливаю молока пью без сахара как всегда такой аромат ну вот так у меня интересный завтрак сегодня как в кафе это два яйца три хинкали я их сейчас еще полью соусом терияки что-то мне очень так хочется можно еще кинзой присыпать кто любит и конечно же кофе без сахара в которой я сейчас добавлю молока вот такая красота получается ну и продолжается у нас ремонт вот тут штробим под розетки еще это старые газеты какого-то 80-го года здесь но я думаю их счищать наверное скорее всего не буду в общем вот эта стена у нас более-менее такая зашпаклеванная вот немножко если только в общем доделать вот эту стенку доделаем и уже можно будет клеить обои все уже проштробили сняли пока наличники с дверей все тоже будем подшпаклевывать вот так это страшно выглядит холодильники тоже отодвинули такой вот страшный у нас пол в коридоре что делать тоже с полом вообще ума не приложу холодильники пока стоят здесь и вот такой посмотрите хочу прям вам показать какой страшный пол это правда сейчас он немножко пыльный от того что штробим здесь под розетки вот а так вот так в принципе он даже пыль летает я прям вижу через камеру что летает пыль так что вот такие дела но будем надеяться второй холодильник тоже вот тут стоит пока будем надеяться что в скором времени наконец-то закончим этот ремонт вот так вот все выглядит пока вот эта стена тоже еще не обработанная вот такая ну в общем так пока все вот так страшненько смотрится привет мои хорошие привет привет показала я вам сегодняшний свой завтрак что-то сидела сидела дома начали делать штробить проводить под розетки и оказалось у нас нету вот этих вот в общем таких штук куда розетки вставляются пришлось ехать в общем пришлось ехать но еще кое-что накупила там хочу вам показать на вечер взяла две шаурмы шаурма была в глобусе шаурма у нас в глобусе по сто тридцать девять рублей я взяла с двойным мясом такая огромная шаурма я ее правда не буду распаковывать ароматная ну это это на ужин вот так я и сейчас уберу такая она ароматная хорошая я ее прибираю и показываю вам остальные покупки их было не так много в основном мне нужно было кое-какая молочка и овощи так что я взяла как всегда из молочки взяла немножко молочки немножко в общем сейчас вам все покажу что рассказывать взяла кефир сейчас стараюсь по не упала по вечерам пить кефир по акции который был взял а вот такой взяла простокваша на классический вкус 2 и 5 вот срок годности причем у него очень хороший это до 9 сентября а вот у этого кефира до 8 сентября это один процент промалатовский какой-то кефир не дороже 80 рублей у нас дальше где-то второй взяла два вот таких творожных сырка по 29 рублей уже смотрите помяла ну ладно ничего страшного с карамелью какая-то новинка коровка из кореновки вообще коровка из кореновки очень вкусное мороженое и вообще молочка вот взяла попробовать за 29 рублей там села два греческих йогурта тоже вот в таких больших упаковках буду делать один очень классный рецепт ну и в принципе так поесть такой греческий йогурт я обожаю причем вроде это производство не белоруссии сюда при производстве республика беларусь вроде вот хороший йогурт и 2 процента греческий йогурт подходит и для знаете используют вместо майонеза и стоил такой греческий йогурт вроде по 49 рублей у меня тут со скидочками что-то идет поэтому не могу вам сказать вот точную цену но вроде по 49 рублей вот такой греческий йогурт йогурт так просто я брала несколько видов йогуртов до 46 99 использую вместо майонеза так взяла вот такие йогурты очень интересные мне очень захотелось попробовать вот эту продукцию именно это коломенский коломенский завод коломенский йогурт в керамических баночках вот в этих кстати они не очень дорогие по 70 с чем-то рублей 1 77 и в другой другой 82 вот с абрикосом 82 а вот этот с черникой 77 срок годности тоже хороший недельку точно будет стоять термостатный попробую причем говорят вот эти вот термобаночки их можно использовать у них еще варенье на дне попробую ни разу не пробовала коломенского продукцию хочется попробовать хвалят вот в этих термостатных баночках прям вот хочется хорошо что в глобусе она есть поэтому я прикупилась и также прикупила их сметану тоже термостатную вот такую тоже она недорогая 15 процентов понравилось мне тоже баночку можно будет повторно использовать например может быть какой-нибудь знаете десерт делать или запечь например пудинг какой-нибудь или оставить эти баночки для пашкета например до куриного и вот такая сметанка у нас стоила 98 99 но это извините я не хочу сказать что дорого 98 рублей тут 180 грамм и йогурта кстати по 140 грамм дальше так что я взяла из овощей во-первых я взяла сейчас перевернется лук-порей в хорошую цену был смотрите какая красота я его обожаю мне вот этого лука хватит салата на 3 и люблю я с ним кушать салатики делать взяла для салата для такого свежего своего любимого которые я режу сейчас но практически каждый вечер меняя только какие-то продукты в общем порежу салат то он был очень дорогой а это 250 рублей килограмм ну вот это принципе палка ничего не весит ничего не весит так что я это самая как бы ее так положить чтобы она нам не мешала с вами взяла на разновес сегодня на вечер винегрет 97 рублей вот такой и вот две шаурмы это это сегодня на вечер на ужин взяла также салат сейчас я его полью свой самый любимый вот такой фрелиз 99 рублей но я его обожаю это один из самых моих любимых салатов он в горшочке я его поливаю и он у меня в холодильнике еще долго стоит я вот бывает делаю с него салат а бывает знаете салат не делаю у меня в холодильнике стоит я по нескольку листочков отрываю и на завтрак там или на обед себе кладу вот кстати второй сырок за 29 рублей коровка вот это взяла зеленого лука зеленого ручка зеленый лук по 40 с чем-то рублей но я уже думаю до палатки наверное не пойду до 48 рублей но это дорого это дорого и здесь всего 100 грамм дорого так дальше что я взяла взяла перчик болгарский вот такой перец болгарский в глобусе по акции 159 рублей всего взяла две штучки тоже либо так крупную либо в салат режу это я сейчас все буду носить в холодильник дальше сельдерей вот такой 99 рублей вот взяла тоже либо в салаты либо так можно хромкать на перекусы либо знаете что делаю вот когда на пару делаю какие-нибудь котлетки в воду добавляю вот этот сельдерей свеженький попробуйте очень вкусно для салата взяла огурчики огурчики по 89 рублей но что-то они какие-то мягковатые как раз наверное завтра в салат свежий использую и все мягковатые получились на этот раз и помидорки черри взяла в этот раз черри посмотрите какие красивые помидоры примерно все в одну цену в районе все до 100 рублей вот такие черри дарк они примерно где-то 80 90 100 не дороже я взяла три вида вот такие хорошие красивые тоже в салат либо знаете я вместо перекуса так кушаю как говорится взяла вот такие маленькие эко культура на веточке вот но они прямо все маленькие они прям почему взяла три сразу три упаковки взяла никак не могла выбрать стояла думаю ну такие красивые такие я их обожаю я знаете я их и в качестве перекуса и вот такие вот такие прекрасные просто самые обычные томаты черри армения красные ботанический сорт но они прям красные красные вот я не знаю камера передает не передает они такие маленькие красивые и красные красные я их прям даже кушаю так просто вот помыла себе как перекусик вот такие не смогла определиться не смогла выбрать и поэтому взяла аж три упаковки таких томатов там думаю ничего страшного обычные помидоры я стараюсь не есть покупаю только обычные помидоры иной раз если где-то не найду такие знаете в собственном соку консервированные если не найду то покупаю обычные чтобы потереть например в соус в какое-нибудь блюдо в такое вот а это я кушаю набрала в салаты можно теперь на салаты и на перекусы и на все что угодно так взяла себе кофе тоже по акции кофе кончается сейчас я пью вот такое жардин но если честно что-то жардин и какое-то я еще до этого пила мне уже поднадоела вот решила свое вот это взять нас кафе это у нас уганда кения нежный и деликатный я люблю такого плана нас кафе беру 199 рублей вроде по акции так дальше на завтра завтра с вот этим свежим салатом я взяла вот такие бараньи колбаски это колбаски тоже производства мясного цеха глобус дорого там дорого но я беру иной раз беру потому что вкусно до этого я брала свиные колбаски не знаю показывала вам не показывала не помню это взяла говядина баранина килограмм почти 500 рублей в общем без одном без 10 копеек 499 90 здесь 600 грамм вот такие на 303 рубля говядина баранина состав очень хороший ничего тут такого особо нету в составе ну попробую свиные мне понравились кстати даже я думала они будут жирноватый а они совсем не жирные и по акции схватила представляете в принципе конечно дорого ой не буду я в общем две таких подложки взяла немножко она протекает там в общем две подложки это куриная голень одну сразу пока уберу посмотрите какая она во первых крупная огромная здесь 1 2 3 4 5 6 голени всего на почти 900 грамм каждая подложка мне обошлась в 160 рублей вот так сами считаете сколько будет стоить килограмм потому что у меня там плюс минус еще были какие-то бонусы потому что на при входе на рекламе написано что такая голень стоит где-то двести сорок девять рублей килограмм а у меня она получилась на сто девяносто девять рублей килограмм получается наверное и там на ценнике внутри магазина где я брала тоже из холодильничка тоже был ценник сто девяносто девять рублей килограмм а при входе на рекламки я еще вышла такая с тележкой знаете смотрю смотрю голень двести сорок девять рублей килограмм думаю да неужели нет вот ну может это по карте и без карты там же тоже очень хочу что-то приготовить как раз вот с этим греческим йогуртом вот взяла такие голени запечь но очень мясистые посмотрю но тут как раз 66 и вот здесь 6 такие крупные по 6 штук замариную что-нибудь приготовлю может быть что-нибудь вместе с вами приготовим очень вкусная ну в общем хочется мне сделать в каком-нибудь маринаде таком хорошем мне уже там одна зрительница написала хороший маринад такой для курицы которые она делает и вот я хочу тоже его испробовать именно с греческим йогуртом и запечь возможно на решетке даже или но в духовке в общем в духовке на решетке я запеку эти ножки думаю будет вкусно ну все на этом мои покупки закончились также мы еще купили кое-что для ремонта посмотрели ковролин потому что двигали сейчас холодильники разодрали в маленькой комнате линолеум менять линолеум пока не представляется возможным и короче короче с этим ремонтом дурдом что делать я не знаю менять линолеум это без вариантов мы не будем и решили там постелить ковролин конечно не на всю комнату она какую-то часть комнаты в общем купить посмотрели сегодня продаются ковролины разных размеров на отрез в леруа мерлене до мурлене в леруа короче и там его могут прям сразу тебе оверлочить конечно за дополнительную плату ты покупаешь на отрез сколько тебе нужно по длине по ширине это нам еще нужно замерить комнату старый ковер у нас маленький мы уже созвонились с химчисткой после ремонта отдадим его в химчистку а ковролин уже положим там вымери ему положим на пол ковролин чтобы закрыл вот эти вот дырки купили клей подклеить чуть-чуть линолеум получилось же как помните я вам рассказывала про этот долбанутый холодильник у которого разломались ножки у него в общем разломались все ножки он у меня течет я его несколько раз сами открываются дверцы он стоит плохо туда что подкладывай не подкладывай все равно он со временем перекашивается были у него пластмассовые ножки с такими наш таких штырях были накручены же пластмассовые ножки поменять ножки тоже не знаю нет возможности не знаю как их там менять где их покупать в общем остались вот эти штыри которые постоянно перекашивают этот холодильник несчастный в общем я его хочу все равно выкидывать или кому-то отдавать или куда-то его девать не знаю в общем там целая эпопея с этим холодильником и пока мы его из этой ниши выдвигали он у нас порвал этими штырями весь линолеум короче а по-другому никак холодильник огромный двухметровый его никуда не денешь никуда не вытащишь короче дурдом дурдом с этими ремонтами все и поэтому вот придется стелить ковролин ковролин уж как-нибудь туда под шкафы как-нибудь запихаем чтобы хоть чуть-чуть все чуть-чуть было чисто потому что с этим конечно драным линолеум все кто делает ремонт и терпение только терпение все ждет завершения и конечно же красота и чистота но вот знаете как говорится мы не миллионеры чтобы вот так вот сделать да вот по щелчку как говорится ремонт у нас уже ремонт продолжается лет 10 вот там чуть чуть там чуть чуть там чуть чуть наконец-то вот страшный коридор вот я вам сегодня показала немножко коридор очень страшный я уже купила color сегодня чтобы стены чуть-чуть покрасить краску для стен еще не купила потому что у меня одна стена будет крашеная другая стена будет с обоями та стена по которой пойдет прихожая которую нам еще кстати не доставили на этой недели должны прислать проект. Макет, проект прихожей. И та стена, которая будет за прихожей, потому что у нас прихожая будет не в потолок, чуть пониже там из-за труб, она будет просто крашеная. Она будет крашеная под колер определенного цвета. А вот эта стена, которая напротив от прихожей, она будет просто клейная обоями. У меня старые, 10-летней давности обои, но такие хорошие, виниловые или флизелиновые, какие-то обои. Я посмотрела, они вроде еще ничего. Цены на обои в магазине. Вообще, ремонты хоть не начинай. Пол не знаю. На пол ламинат же мы купили, есть, не знаю. Всем, в общем, терпение, 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 кто делает ремонт. Вдвойне, втройне терпение. Всем спасибо. Пока-пока. Кому интересно, поддержите, подпишитесь. Пока.